Сегодня в эфире. Это решает многих россиян равных прав на лекарственное обеспечение. Потому что в разделе «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» списка жизненно важных препаратов, ЖНВЛП, более 80 наименований препаратов, а в некоторых регионах в рамках территориальных программ государственных гарантий жители обеспечиваются бесплатно лишь 15 лекарствами. Такая дискриминация становится еще одним фактором антагонизма между регионами-донорами и дотационными субъектами РФ, говорится в обращении участников форума к президенту. Выход специалисты видят в увеличении госрасходов на финансирование медицинской помощи и лекарственное обеспечение онкологических пациентов, развитие института по оценке медицинских технологий, внедрение механизмов планирования затрат. Кроме того, эксперты предложили более планомерно работать над развитием в онкологии институтов государственно-частного партнерства и привлекать средства ДМС. В качестве примера врачи напомнили о системе здравоохранения США, где около 65% всех расходов на лечение онкологических заболеваний приходится на частный сектор. Напомним, ранее главный детский онколог России Владимир Поляков заявил о возможных перебоях с обеспечением детей, страдающих онкологическими заболеваниями, качественными лекарствами, из-за того, что цены на лекарства только растут, а бюджетных денег на их закупку больше не становится. Будь здоров и подписывайся на наш канал.